Есть кто-то про них? Спасибо. Павел Николаевич, спасибо вам большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Давайте вернемся к полигону. Но только с другой стороны. Президент Российской Федерации – это гарант Конституции. В 42-й статье, как нам только недавно сказал один из выступающих, есть гарантия того, чтобы наши граждане жили в нормальной экологической обстановке. Один из выступающих сказал, слушай, губернатор два года назад, ну, больше двух лет назад пришел и сказал, дайте я сам буду командовать экологией. И за два с половиной года ничего не сделал. Нет программы, нет программы мусорогающих заводов. Ну, что бы сделал на моем месте, я на месте президента? Ну, лишил бы его полномочий, выгнал бы просто. Ну, потому что не бывает такого, когда человек берет какое-то дело, а потом заваливает его, ему еще оставляют рабочее место. Я когда работал депутатом областной думы, мы все время ходили в мэрию Москвы и говорили, слушайте, ну, этот ваш мусор, вы должны сами разбираться. Я бы вызвал на месте президента мэра и сказал, слушай, когда-то у Лужкова была программа. 30 заводов, построенных в разных районах Москвы, где вы на своих заводах, да, они куплены за границей, 4 из них было куплено, размещено в Москве. Все свои проблемы с мусором решаете сами. Потому что любая европейская столица не вывозит мусор в соседний регион, область, а решает проблемы сама. И если бы Москва не клала плитку три раза в год в одном и том же месте и не решала бы проблемы там с освещением, она бы давно решила свои проблемы. Я бы взял этого губернатора и сказал, слушай, ну, если ты взял полномочия, дай мне программу, где написано, в какие сроки, когда, где будут построены вот эти вот пенсорожигающие заводы, которые гарантируют полную экологию, и решите эти вопросы, а потом решите вопросы с полигонами. А потом будешь тратить деньги, 5 миллиардов, на свой пиар. Где тут есть? 360. Вы скажите, что когда денег нет, на пиар деньги не тратят, на 360 и на все остальное деньги тратить не надо. И на вертолеты деньги тратить не надо. И я бы на место губернатора, президента вызвал бы губернатора, сказал, ты что, не понимаешь, в чем дело? Главное это люди. Сильный президент, это не главное. Главное, как живут люди в этой стране. Они не должны думать о том, что дети травятся водой, они дышат непонятно чем. И это главная задача президента и государства, обеспечить нормальные условия жизни. Вы возьмете нашу программу «20 шагов», я ее пересказывать не буду, но там написано, что должна быть нормальная экологическая обстановка. В Конституции записано бесплатное образование, оно должно быть бесплатным. В Конституции записано бесплатное здравоохранение, оно должно быть бесплатным. Люди должны жить так, как должны жить люди в самой богатой стране мира. А то мы слышим, что самая богатая страна мира, а жить уже невозможно. А чиновники не слышат людей. Вот тут правильно выступал депутат местного самоуправления, а я тоже теперь председатель совета. Слушайте, вот занялся губернатор уничтожением местного самоуправления, больше других проблем нет. Идет через головы, черти как. Рассказывал о гражданском обществе, а люди понимают, что никакого гражданского общества просто не существует. Говорил о том, что он наведет порядок в строительстве, вы посмотрите, что творится. Рядом с моей территорией, на бывших землях колхоза, о которых Владимир Иванович сейчас говорил, строится мегагород. Мегагород на 3 миллиона квадратных метров, куда мусор будут возить, куда канализация идет, откуда берутся дороги, губернатора не интересует. Он взял себе полномочия по строительству, и после этого президент его должен вызвать и сказать, слушай, ты что там творишь вообще? И президент это тот человек, который гарантирует всем людям справедливость. В нашей программе написано, ведь главная справедливость, главное то, как живут люди в этой стране. Поэтому там написано, да, прогрессивная шкала налога. Богатые должны платить больше, чем бедные. Там написано, что национальные богатства должны принадлежать народу. И нечего придумывать всякие сказки о том, что у нас вот тут Газпром, Роснефть и все остальные государственные, потому что деньги-то на самом деле куда-то пропадают, они должны попадать в бюджет. Да, пенсионеры должны от пенсии до пенсии не думать, как они вообще, как им родные помогут. Государство должно беспокоиться о тех людях, которые работали на страну всю жизнь. И в этой программе написано, что зарплата должна быть достойной. Не должно быть такого, что у нас, как это, не главное, как вы получаете, главное, как мы отчитаемся на части. А мы с вами знаем, что все эти отчеты губернатора, все это обман. Вы можете дать на 100 мест в детском саду 300 путевок и сказать, что вы решили проблему с детскими садами, но это неправда. И поэтому у нас в программе наполнение бюджета за счет вот этих вот сырьевых и наших друзей, так называемых, олигархов, в кавычках, этот бюджет должен быть направлен на то, чтобы людям нормально было жить. Надо строить дома и давать, как у нас в совхозе, бесплатные суды молодым специалистам. Надо обеспечить всех студентов, после того, как они закончат учебные заведения, первым рабочим местом. Все это написано в программе, но главное другое. Власть должна повернуться к людям. Вы же видите, тут ни одного министра, ни самого губернатора, хотя все, я так понимаю, были приглашены, они вообще в упор не видят население. С населением, с народом надо говорить, надо объяснять. Мы можем любые трудности преодолеть, если мы вместе, если мы вместе их решаем. А если кто-то там, извините меня, в Красногорске сидит и получает сумасшедшие деньги, а еще и тратит огромные деньги на свой пиар, а в этот момент не могут найти 25 миллионов рублей для того, чтобы проект сделать рекультивацией, это не власть. И президент должен положить этому конец. Честно, я не знаю, как вы проголосуете, я знаю только одно, так жить нельзя. И это повсеместно, потому что куда бы мы ни приехали, вот я был в Санкт-Петербурге, сейчас мне звонили из Челябинска, огромное количество регионов, все находятся в тяжелейшем положении. Надо менять что-то в этой стране. Ну и я могу вам сказать, что команда национально-патриотических силы КПРФ разработала программу, вы ее все увидите, прочтете, но главное у нас есть желание поменять все в сторону народа. Вот эти лозунги, которые сто лет назад прогласил Владимир Ленин, именем которого назван мой совхоз, землю к крестьянам, фабрики рабочим, вся власть советам, это особенно актуально в Московской области, и миру мир, они должны опять быть главными в этой стране. Я вас прошу, приходите на выборы. Ну, вопросов... Тут больше предложения о сотрудничестве и предложения помощи. Спасибо большое. У нас будет штаб здесь, и вы все сможете, если у вас есть такое желание, помочь нам в избирательной кампании. И очень приятно, такие добрые слова. Я вообще-то столько добрых слов за последнее время слышу, что стоило идти в кандидаты в президенты, точно. Значит, ну, вопросы. Как вы, став президентом, решите вопрос с мусором в Московской области, и не только в областях. В Московской, и не только в других областях. Очень просто. На самом деле, главная задача – это наполнение бюджета. И в нашей программе написано, что если мы перестанем отдавать огромную часть наших вот этих вот природных богатств или нефти и газодоходов разным олигархическим структурам, то мы наполним бюджет. А потом из бюджета мы направим деньги в том числе и на экологию. И у нас в программе не только это, но и то, что нужно минимум 7% тратить на образование, минимум 7% бюджета федерально тратить на здравоохранение, минимум 10% нужно тратить на поддержку Силана. Но главная задача еще вот в чем. Вы понимаете, вот вы сейчас посмотрели этот фильм, я его первый раз тоже видел. Вот эти предприятия, о которых говорили, они не могут сейчас продать свою продукцию, потому что у нас, к сожалению, бедное население. И самая главная задача – это борьба за богатство, за достойную жизнь нашего населения. Тогда они смогут покупать наши товары, наше молоко, наши трикотажные изделия, и тогда заработает предпринимательство. А вот вопросы экологии – это вопросы государства, прежде всего. Как искоренить коррупцию? Да очень просто. Один лидер одной азиатской страны сказал, слушайте, если вы посадите несколько своих друзей и родственников в тюрьму, сразу все поймут, что вы боретесь с коррупцией. Сразу все поймут, что настало другое время. Надо просто перестать врать и воровать. И второе – надо сделать независимую прессу. Эта пресса, которая сейчас промывает мозги нашему населению, она абсолютно зависима. И поэтому независимые средства массовой информации и одновременно политическая воля руководства придет к тому, что коррупционеры сами разбегутся и еще принесут обратно свои неправедные доходы. Это я вам гарантирую. Кто ответит за беспредел в ЖКХ? Ну вообще-то на самом деле беспредел в ЖКХ надо закончить, начав регулировать тарифы. В нашей программе написано, что тарифы на ЖКХ не могут быть больше 10% от дохода семьи. И второе – это, конечно, надо поставить под контроль тарифы естественных монополий. Никто не может объяснить, почему все время для… А у нас в собственности у совхоза котельная все время цена на газ растет, цена на электричество растет, цена на солярку растет. Причем ни в одной стране мира такого нет. Вы видите, цена на нефть упала, а цена на бензин и солярку растет. Это недопустимо. И поэтому тарифы будут поставлены под контроль, и этим будут заниматься государственные органы. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут есть еще от Валентины Николаевны письмо о том, как передают военный городок в Сербахов-15. Я абсолютно убежден в том, что люди должны сами выбирать там, где они должны жить. И это должно решаться на референдуме. За нас вообще все решает уже почему-то власть. А я считаю, что только проведением референдума, только определением воли граждан можно решить какой-то такого типа вопросов. Поэтому абсолютно убежден, что без того, как решат люди, никакие такие территориальные вопросы решаться не должны. Это мое абсолютное убеждение. Я готов отвечать дальше на вопросы, но я вам вот что скажу. Мы будем проводить еще много мероприятий. Я вам очень благодарен, что вы нашли время и пришли к нам, что вы такие хорошие. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И приходите на выборы. Спасибо вам большое.